МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней в студии Шатаминов. Я приветствую всех телезрителей каналу Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из жизни глав. Собиратель земель из Черемшанского района. Здесь кончилось все. Вклад бывшего главы Черемшанского района, Шакирова Митя Игоря Закирыча, здесь решающее. И хозяин особняка в природоохранной зоне из Рыбной Слободы. В зоне все обнесено, все закрыли. Народное недовольство и фальшивые надои. Мы расскажем и покажем все. Выдвижение. Я буду выделегать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. И отставка недели. Огромное спасибо. Я прошел мощную, хорошую школу. Как это было? Язык – это всегда политическая проблема. Лидер «Яблоко» Григорий Явлинский в Казани. Эксклюзивное интервью в программе «Семь дней». Это был прорыв в нашем понимании архитектурно-конструктивной целостности. Казанскому цирку 50. Юбилей, которого никто не заметил, кроме нас. Редкие кадры и любопытные подробности от Михаила Любимого. Итак, в республике по всем приметам начинается звездопад. Я имею в виду освобождение от должности глав районов, которые так или иначе замешаны в неблаговидных делах. Как говорится, отовсюду в Казанский Кремль доносятся стоны. И поэтому решено применять более жесткие меры к тем чиновникам, которые не оправдали доверие президента Татарстана и доверие жителей районов республики. На днях ведущая деловая электронная газета республики «Реальное время» сделала акцент на том, что президент Татарстана Рустам Миниханов подписал указ, согласно которому были внесены изменения в некоторые антикоррупционные акты. В перечень лиц, расходы которых будут контролировать лично президент, попали муниципальные служащие и главы районов Татарстана, а также их супруги. Роль антикоррупционной инквизиции отведена комиссией по координации работы по противодействию коррупции в республике Татарстан, которая будет отправлять соответствующие материалы правоохранительные органы в течение трех дней, а если потребуется немедленно. Личная скромность, незапятнанная репутация, компетентность, стремление работать на благо всех жителей муниципального образования, а не только узкого круга, мягко выражаясь, доверенных лиц, должны стать определяющими качествами новых глав районов. Тех же, кто будет по-прежнему путать свой карман с государственным, будут выжигать каленым железом. И особенно по чехнему, в этих вопросах нет срока давности. Это стало понятно после публикации в интернет-газетах «Реальное время» и бизнес-онлайн-материалов, которые касаются главы Роднословодского района Ильхама Валеева, а также нынешнего председателя Совета муниципальных образований Республики Татарстан, а до этого руководителя Черемшанского района Минсагита Закировича Шакирова. Согласно сообщениям СМИ, еще в 2013 году комиссия Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции зафиксировала многочисленные факты подтасовок, завышение показателей надой молока и количества крупного рогатого скота и необоснованного получения субсидий на миллионы рублей, принадлежащих Минсагиту Шакирову в предприятиях «Агроуслуги Черемшан» и «Утямыш». Компания «Агроуслуги Черемшан» также оказалась в лидерах по припискам в сфере сбора зерна и по размеру задолженности по арендной плате и выплате зарплат. И с тех пор мало что изменилось. Вот что увидели наши корреспонденты в Рыбнослободском и Черемшанском районах. В этом волшебном мире возможно все. Миллионы могут исчезнуть, а коттеджи появятся из воздуха. Все это магия, которой так успешно владели чиновники. В Рыбнослободском районе не первый год творятся настоящие чудеса в решете. Этот скромный особняк у самого берега в деревне Полянка – местная достопримечательность. На геральтической кованой эмблеме дома имя главы Рыбнослободского района Ильхама Валеева. В другом все внесено. Все закрыто. Везде так, везде бардак. Участок в 5000 квадратных метров опоясал по периметру всю береговую зону. Для местных жителей путь к воде закрыт давно. Летом не скупаться, зимой не порыбачить. Кандидат биологических наук и заслуженный работник сельского хозяйства Ильхам Валеев, видимо, так трепетно охраняет природу, который, вопреки законам, считает и своей собственностью. Только не все могут эти заботы главы оценить по достоинству. По данному адресу был осуществлен выезд инспекторов Министерства экологии. Ранее постройка на данном участке была снесена. Это нарушение является уже повторным. Чудеса, да и только. Министерство экологии уже выписывало предписание о сносе незаконной постройки у береговой зоны. Но забор появляется раз за разом, словно по мановению волшебной палочки. Но никакая волшебная сила так и не может помочь району выйти в лидеры. В республиканском рейтинге социально-экономического развития Рыбно-Слободский район занимает всего-то 42 место. Словно бельмо на глазу, и это долгострой рыбного завода. Так и не сбывшаяся мечта. Завод начали возводить еще в 2011 году. Заказчиком строительства выступала компания «Чулпан». Фирмой этой когда-то владели родственницы главы и его сын. 100 миллионов рублей бюджетных средств на строительство объекта так и не хватило. Кредиторы, а это подрядные организации, с которыми не расплатились по счетам, уже запустили процедуру банкротства. Для завершения данного объекта сейчас необходимо в порядке тоже где-то 250 миллионов. В администрации района повторяют как мантру «Будут деньги, будет объект». Но куда были потрачены 100 миллионов рублей? По-видимому, этот вопрос уже из разряда риторических. И таким вот искусством магии хорошо владели не только в Рыбно-Слободском районе. Это история 15-летней давности и сегодня мало кого может оставить равнодушным. Огромные площади заброшенной фермы, куда уже не ступает нога человека. Когда-то здесь, в деревне Лошманка, было передовое хозяйство почти 3000 голов крупнорогатого скота. На ферме работали 300 человек. Падение сельского хозяйства, того колхозного уклада, произошло повсеместно. Но в Лошманке она приобрела такой особо трагический вид. То есть здесь кончилось все. И, конечно, вклад бывшего главы Черемшанского района Шакирова Минсагита Закирыча здесь решающий. Бывший глава Черемшанского района Минсагит Шакиров ввел тогда популярную политику по укропнению мелких хозяйств и созданию новых собственных производств. В итоге в его руках оказались все крупные сельхозпредприятия района и свыше 60% земель. Черемшанский район долгие годы числился в передовиках, поражаясь своими цифрами и масштабами в производстве сельхозпродукции и вызывая невольную зависть у коллег. Но только спустя годы стали известны многочисленные факты подтасовок в виде завышения выловых показателей надоев молока и количества крупнорогатого скота. Тут не только земля, тут нужна еще и техника, и государственная поддержка, и прочее. Но вся эта поддержка шла в предприятии Шакирова Минсагита Закирыча. И поэтому его предприятия тоже не работали фактически. То есть все сельское хозяйство в районе так погублено оказалось. Но для чего нужны были эти воздушные замки? Ответ прост, чтобы получать субсидии от государства. По данным результатов проверки счетной палаты, бюджетные и внебюджетные средства перечислялись через управляющую компанию сельскохозяйственное производство на расчет на счета подконтрольных Шакировым фирм. Миллионы рублей из бюджета текли рекой. Только за 2014-2016 годы компаниями получено свыше 120 миллионов рублей в виде субсидий и займов. В период с 2008 по 2011 годы Черемшанскому району уже нефтяные компании выделяли безвозмездную помощь. 66 миллионов рублей также были перечислены в компанию Шакирова агроуслуги Черемшан в виде безвозмездной и безвозвратной помощи. Но куда ушли деньги сегодня остается только теряться в догадках. В то время, как высшее руководство хозяйств получало субсидии, сами сельхозпредприятия постепенно приходили в упадок. Многие уже стали банкротами, а это значит, что оборваны все концы. В хозяйствах продолжается падеж скота, техника простаивает из-за отсутствия топлива. На протяжении трех лет жители села Утямыш, где доживает свои последние дни сельхозпредприятие Утямыш Агра, не получили ни копейки за то, что хозяйство пользовалось их паевыми землями. Более того, собственникам паев приходилось самим оплачивать ежегодно налоговые платежи. А вот наглядная иллюстрация того, в какой упадок пришли фермы, зернотоки, совхозы и перерабатывающие предприятия Минсагита Шакирова. Этот черемшанский маслосырзавод когда-то перерабатывал свыше 100 тонн молока в сутки. Сегодня занимается только лишь приемом молока у населения. Больше уже ни на что не способен. Такая же картина на территории предприятия сельхозтехники. Куда ни глянешь, везде плен. Я не знаю, зачем, я удивляюсь. Это просто, если алочился у человека, значит, но все равно двумя ложками не кушаешься, ложка одна все равно. Друг, как говорится, старик не покушаешь. А столько людей остались, столько разрушенных судьб, столько брошенных деревень, столько, как вы говорите, столько потеряли специалистов, столько потеряли возможности. Да, мы в этом, конечно, повинны все, значит, в этом повинны все. Я думаю, значит, это все с нуля придется начинать. Удачливый бизнесмен, уважаемый человек, глава Совета муниципальных образований Минсагит Шакиров сегодня в районе занят важной миссией. Скупает остатки земельных наделов. Свыше 120 паев уже перешли в его собственность, и это только в одной деревне Лошманка. Для деревенских жителей, отдающих, по сути, последнее, 25 тысяч рублей за пай – это большие деньги. Другой вопрос – зачем Шакирову столько земли в Черемшане? Если учесть, что в Черемшанском районе разрабатывают проект второй очереди скважин нефтяного месторождения, то все сразу встает на свои места. Вот, казалось бы, какую прибыль можно было бы получить вот от такого участка земли, который находится далеко от центра, от крупных городов. Но если приглядеться повнимательнее, то можно понять цели и задачи весьма дальновидных инвесторов. Ежегодно в Черемшанском районе добывается полтора миллиона тонн нефти. Это 5% от всей добываемой нефти в Татарстане. И одна только вот такая качалка на твоей земле из тебя может сделать весьма богатого человека. Вывести район из-за тяжного кризиса сегодня вряд ли уже возможно, если только не случится чудо. В уставе Ассоциации Совет Муниципальных Образований Республики Татарстан записано, что основными целями Совета, в частности, является содействие решению социальных и экономических проблем населения муниципальных образований Республики Татарстан и повышению уровня жизни населения. Золотые слова, которые очень часто повторяет уважаемый Минсагид Закирович в своих выступлениях с многочисленных трибун. Что на деле происходит в хозяйствах Черемшанского района, вы видели только что на экране. Характерный пример чиновничьего двуличия. Сельские жители годами не получают даже те крохи, которые им положены по закону. А люди, по сути, прибравшие к рукам целый район, богатеют, по сути, обирая простых людей. Вот как образно писала об этом в начале этого года газета «Звезда по Волжье». Простые черемшанцы спят и видят, как бы избавиться от трутней, которые безжалостно впились в трудовое тело сельчан и жадно выкачивают оттуда все соки. Этого можно добиться только тогда, когда Минсагид Шакиров вернет полученное имущество черемшанцам. Конец цитаты. Какой напрашивается вывод? Совет муниципальных образований в своем нынешнем закостеневшем виде уже давно нуждается в реформировании, обретении нового статуса, может быть, даже непосредственно под крылом президента. Здесь должны решаться реальные проблемы муниципальных образований, обобщаться передовой опыт, приниматься решения, которые действительно будут улучшать жизнь сельчан. Для этого нужно привлечь в руководство Совета людей, обладающих незапятненной репутацией, желающих работать на благо людей, а не просто ради личного самопиара. Главное политическое событие недели – решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента России. Причем надо отметить работу команды. Процедуру объявления решения Путина еще раз участвовать в выборах на пост президента эффектно разбили на два этапа. Сначала на Всероссийском форуме добровольцев и волонтеров от главного кандидата не смогли добиться однозначного ответа. Владимир Владимирович сам создал интригу, отправив в аудиторию риторический вопрос. В этой связи у меня вопрос к вам. Если я такое решение приму, если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение? А уже чуть позже, на встрече с коллективом автозавода «Газ» в Нижнем Новгороде, Владимир Путин сказал те слова, которые от него многие так ждали. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выделегать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Президент Татарстана отреагировал на главную политическую новость в России оперативно. Это событие застало Рустам Нургалевича в Москве, когда он принимал участие в заседании медиаклуба при полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации. Вот что сказал президент Татарстана. Мы живем в непростое время, но так получилось, что никто не хочет, чтобы Россия была сильной. Все хотят, чтобы она была послушной. Мы должны все объединить наши интересы, забыть про все обиды и показать единение нашей российской нации и оказать поддержку будущему нашему президенту. Если отдельные эксперты политкорректно называют Владимира Путина самым сильным из возможных кандидатов в президенты России, другой потенциальный кандидат, например, та же Ксения Собчак, в собственные силы уже не верит. Иначе как еще рассматривать такое ее заявление? Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события. Мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда. Впрочем, несмотря на определенную предсказуемость этих выборов, после выдвижения Путина президентская кампания в России становится, если хотите, более интересной и, на мой взгляд, зрелой. Вслед за опереточными кандидатами в кандидаты типа Собчак на авансионы выходят более серьезные политики. Тот же бизнес-омбудсмен Борис Титов, старожилы подобных компаний, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Последний на этой неделе посетил Казань, провел пресс-конференцию для журналистов, поучаствовал в работе круглого стола на тему новой бюджетной политики России. И только нашему корреспонденту Ринату Ахмедзянову удалось взять большое, эксклюзивное интервью у основателя и лидера партии «Яблоко». Григорий Алексеевич, здравствуйте. Приветствую вас. Мы программа «Сидней» приветствуем вас в Татарстане, где вы бывали неоднократно, в том числе и в статусе кандидата в президенты России. Если посмотреть на лагеря, либеральные, особенно, правые силы, то ощущение такой полной разрозненности имеется. И социологи вам и некоторым другим политикам пророчат вот те самые 2% и не выше. Вас это не настораживает, что именно с такого статуса... Это не настораживает по той причине, что выборов как таковых в России сейчас нет. Это в России сейчас авторитарная система с одним лидером, на которого работают все политически значимые средства массовой информации, которые контролируют весь бизнес, который есть в России. В этой системе не может быть ничего другого, может быть, только 146% у того, кто сегодня является президентом. Мы полагаем, вы как ведущий экономист, как авторитетнейший специалист в вопросах экономики должны были базироваться на людей экономически, так сказать, с бизнес-среды. Но вот последнее событие, это выдвижение Бориса Титова с его разглашением тезисов, подготовленным Столыпинским клубом, соответственно, получается, что ваш электорат на глазах размывается. Это вас не настораживает? Нет, потому что люди, о которых вы сейчас сказали, что очень важно, люди, представляющие бизнес, как вы говорите, они ведь прекрасно понимают, что можно придумать любую программу, Столыпинскую, Ньютона, Маркса, Ленина, кого угодно. Но в этой политической системе, в системе, в которой, еще раз повторю, отсутствует независимая судебная система, в которой нет закона одинакового для всех, в которой, говоря о тех самых людях, которых вы сейчас назвали, нет прав частной собственности. Они прекрасно знают, что у них отберут эту частную собственность, если надо. И никакой Титов и даже Гагарин им не поможет вместе с Валентиной Терешковой. Решение МОК об отстранении Олимпийской сборной от Олимпийских игр. Как бы вы это прокомментировали или более того, что это означает в дальнейшем? Ну, во-первых, мне очень жаль. Я очень сочувствую нашим спортсменам, особенно тем, которые потратили невероятное количество сил и времени для подготовки к Олимпиаде. Мне очень неприятно, что Россию лишили на этой Олимпиаде флага, герба, гимна и других атрибутов. И я считаю, что в этой ситуации каждый спортсмен должен сам принимать решение, будет он участвовать или нет. Я когда-то занимался спортом, и я бы в таких условиях не принял бы участие. Но это лично мой выбор. Хотел вас спросить о ситуации с татарским языком. Вы, конечно же, в курсе той полемики, которая развивалась, и чем все закончилось. Не будем повторяться. Многие эксперты склоняются к тому, что речь даже не о языке, а что это политическая на самом деле проблема. Язык это всегда политическая проблема. Это настолько крупная культурная проблема, что она всегда является политической. Отвечаю я на этот вопрос исходя из собственной жизни и собственного опыта. Я родился в Украине, учился в Украине, я учился в русской школе, потом в украинской школе. Отец сказал, что я должен учиться в украинской школе, чтобы знать и понимать культуру и язык земли, на которой я живу, и хлеб, который я ем. Я думаю, что то, что происходит сейчас с отказом от обучения татарскому языку, это просто бюрократический раж, очень неумный и очень ограниченный. Мне кажется, что это выражение неуважения к людям. Если говорить о территориальном устройстве, республика Татарстан с двумя государственными языками, татарским и русским, на вашей карте политической России будущего, есть? Для меня здесь даже вопроса никакого нет, потому что республика Татарстан это земля, которая имеет за собой сотни века, сотни, сотни, сотни лет. Это огромная культура, очень глубокая, очень серьезная, пережившая очень сложные периоды своего развития. Это драгоценность, это такой бриллиант в короне России. Как же можно этим распоряжаться, как будто это просто бюрократическая организация, которую нарезали в советское время под райкомы и горкомы, обкомы. Это совершенно невозможная вещь. У меня другой взгляд на это на все. Ну что же, Григорий Алексеевич, спасибо вам за столь ширное интервью. Мне было очень интересно с вами. Всего доброго. Обратите внимание, у политиков вдумчивых, ответственных, коим, на мой взгляд, можно смело отнести Григория Явлинского, вопросы экономического развития в числе приоритетных. Мы можем с ними в чем-то не соглашаться, спорить, но ведь есть предмет для спора и дискуссии, а это уже большое дело. Экономика в России сейчас дает очень много пищи для размышлений. Любовотный рейтинг подготовили на этой неделе эксперты рейтингового агентства Реарейтинг медиагруппы «Россия сегодня». Это рейтинг регионов России по уровню зарплат. Самые высокие зарплаты в стране ожидаемо у москвичей, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки. Причем Москва только на третьей строчке. В столице 17% работающих получают зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц. В то время как в Ямало-Ненецком автономном 21%. В Чукотском автономном округе 21%. Здесь, конечно, нужно принимать в расчет, что в таких регионах высокие зарплаты являются во многом компенсационными. То есть в этих регионах-лидерах не только потолок зарплат высок, но и уровень цен соответствующий. Татарстан в этой турнирной таблице зарплат крепкий середнячок. Республика на 39-м месте из 85 регионов с размером средней зарплаты 23 тысячи рублей. К слову, самые низкие зарплаты в России в Кавказских национальных республиках в Дагестане, Адыгее и Кабардино-Балкарии. Но и для Татарстана рейтинг это большой стимул к работе. Не очень высокие зарплаты в целом по экономике наше слабое место. Конечно, ситуацию нам вполне по силам поправить. Потенциал для роста есть. На этой неделе Рустам Миниханов принял участие в открытии целого ряда новейших высокотехнологичных производств в Казани и в особой зоне Алабуга. Подробнее прямо сейчас. С маркетинговой точки зрения ход беспроигрышный. Если и начинать экспансию на казанский рынок фастфуда, то начинать именно с такого объекта. Первого национального ресторана сети быстрого питания, расположенного рядом с Кремлем, можно сказать, в сердце Казани. Ну и, конечно, лучшей рекламы не придумаешь, чем визит в ресторан на официальное открытие президента Татарстана. На поздний завтрак у Рустама Миниханова яшальтабей с овощами, губадья и татарский травяной чай. Президент расплачивается с помощью телефона и буквально через несколько минут получает свой заказ. Нам бы очень хотелось, чтобы этот проект, который мы сегодня здесь открываем, это небольшое кафе, чтобы это стало пилотным проектом и чтобы мы могли потом либо с помощью франшиз, либо другими бизнес-методами эту идею популяризировать и чтобы такие кафе в мире открывались и были не меньше, чем Макдональдс по всему миру. Индустрия гостеприимства, в которой общепит занимает одно из центральных мест, не просто важнейшая составляющая инвестиционной привлекательности республики. Магнит для туристов. Это еще и солидный источник доходов. Только на новогодние праздники этот сектор приносит Казани миллиарды рублей. Деньги, как известно, приходят туда, где их готовы принять. В этом плане Казань, как мы уже сказали, магнит, причем не только для туристов, но и мировых компаний и брендов. Для них здесь комфортные, льготные условия для размещения бизнеса в промышленных парках. Технополис и Химград на этой неделе были открыты с участием президента Рустама Миниханова два новых завода. Компания Cottonway специализируется на предоставлении в аренду текстильных изделий, постельного белья для гостиниц, больниц и поездов, а также спецодежды для предприятий. Новое, современное производство позволит ежедневно стирать и гладить до 30 тонн белья. Андрей Евгеньевич, просим вас выставить режим Казань. Наша компания занимается предоставлением текстиля в аренду. Мы готовы предоставить текстиль любого уровня, любого качества по потребностям заказчика. Здесь самые современные технологии, которые обеспечивают и стерильность, и чистоту, и все, что необходимо для наших медицинских учреждений. Но это как бы полпути. У компании есть большие планы внедрить свои услуги крупных промышленных предприятий. Команда следующей компании резидента Химграда вышла из высшей школы, а точнее из КНИТУКАИ. Технополис идеальная площадка для реализации научных идей создания высокотехнологичных производств. Ирвис один из наглядных примеров. Предприятие производит приборы, осуществляющие учет газа, счетчики, расходомеры. Вы купили 40% Технополис Химград вместе с другими индустриальными парками образуют Казанский технологический пояс. Основная специализация этой промышленной зоны нефтехимия, химия и машиностроение. У Татарстана есть и другие опорные точки роста и экономики. Прежде всего это Камский кластер с индустриальными центрами в Нижнекамске, в Набежных Челнах и в Елабуге. А Лабуга лучшая в России особая экономическая зона с огромными перспективами. И здесь на этой неделе также два больших события. И вновь с участием президента. Так уж принято, все значимые открытия в Алабуге всегда происходят с участием Рустама Миниханова. Сначала президент принял участие в символической закладке камня в основании будущего завода по производству минеральных удобрений. Ожидается, что производство будет запущено в конце 2018 года. Проектная мощность 120 тысяч тонн продукции в год. Удобрение позволит не только добиться высоких урожаев, но и высокой экологичности продукта. Надо отметить, что в Алабуге уже сейчас складывается целый сельскохозяйственный кластер предприятий резидентов. Уже работают Сария Био Индастрис Волга, компания по производству мясокосной муки и технических жиров, Белая дача Алабуга, производящая овощную и салатную продукцию. На очереди запуск новых производств этого кластера. В том числе здесь хотят построить первый в России завод по производству биопротеина стоимостью 18 миллиардов рублей. Проект получил высокую оценку на наблюдательном совете и одобрение президента Миниханова. Мы оцениваем этот год нормально. 8 новых проектов, 27 миллиардов инвестиций, которые были заявлены нашими коллегами. И важно отметить, что не только новые проекты реализованы новыми инвесторами, но также о своем расширении заявили существующие инвесторы. И с точки точки зрения маркетинга всегда возвращающийся клиент это самый важный клиент. Это значит, что мы исполнили ожидания тех компаний, которые здесь разместились и они расширяют свое производство. Машиностроительный кластер, кластер автокомпонентов для Алабуги в числе приоритетных. Еще одно знаковое открытие под конец года. В Алабуге теперь есть завод по производству аккумуляторных батарей. Да какой! Особенность этого производства в технологиях и оборудовании они супер современные. Впервые в России удалось реализовать полностью автоматизированную сборку аккумуляторных батарей. Ну и конечно же как всегда в Алабуге это супер амбициозный проект. Компания Барстехнология уже через год с небольшим собирается отвоевать 15% российского рынка емкостных аккумуляторов. Рынок на сегодняшний день аккумуляторных аккумуляторов в России складывается 35% где-то импорта и 65% отечественных аккумуляторов. Мы мечтаем занять какую-то нишу в импорте ну и соответственно в производстве наших аккумуляторов. Нужно выстраивать работу так чтобы 100% на нашем рынке присутствовали производство аккумуляторов в российских предприятиях. На открытии завода челнинский бизнесмен Олег Коробченко вспомнил как оказалось не самую простую историю становления производства. Федеральные банки проект не поддержали зато свое плечо подставили главный банк Татарстана и команда особой зоны. Помогли и республиканские министерства. Проект получил серьезные средства по различным программам господдержки. Делай я тебя поддержу я поверил и мы начали делать. У особой зоны Алубуга планы такие же амбициозные как у ее компаний резидентов. И приятно что есть кому эти планы воплощать. Конкуренцию командирам действующих производств готовы составить молодые кадры из числа студентов и выпускников местного корпоративного университета. Мы даем возможность напрямую пообщаться с директорами заводов. Целый день каждый директор завода инвестирует в общение с нашими студентами. Но не нужно заблуждаться. Мы не играем с ними в добрые игры. Мы выводим их из зоны комфорта. И каждый кто приходит в наш корпоративный университет должен знать что он будет серьезно выходить из зоны комфорта. Таковы реалии современной умной экономики. И к этому лучше быть готовым заранее. Тимур Бекморзин Лея Сансабирова Дмитрий Аринин и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через несколько минут. А после рекламы вы увидите. Это был прорыв в нашем понимании архитектурно-конструктивной целостности. Казанскому цирку 50. Юбилей, которого никто не заметил, кроме нас. Редкие кадры и любопытные подробности от Михаила Любимого. В среду президент Татарстана Рустам Миниханов в Москве принял участие в заседании медиаклуба при полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации. Напомню, медиаклуб был создан в декабре 2010 года. Он объединил более 100 журналистов, представителей ведущих московских и федеральных средств массовой информации. Все они или родом из Татарстана, или учились и работали в Республике. Рустам Миниханов подвел итоги уходящего года. В среду премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в пленарном заседании Третьей научно-практической конференции повышения производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производством. В Татарстане расположено 26 крупных и средних предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса России. Всего в отрасли занято более 47 тысяч человек. По итогам работы за 9 месяцев и средних предприятий ОПК составил около 69 миллиардов рублей, сказал премьер-министр. Четверг Рустам Мениханов открыл 17-ю международную специализированную выставку машиностроения металлообработка Казань. В этом году на выставке было представлено 170 компаний из 13 стран мира. Позже с участием президента состоялось седьмое заседание Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан. На этой неделе прошла череда мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается 9 декабря. В пятницу председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин принял участие в работе Республиканского молодежного форума. Мероприятие прошло в формате дискуссионного клуба в Казанском айтипарке. В обсуждении вопросов проявления коррупции в ключевых отраслях экономики приняли участие руководители органов государственной власти, депутаты Госсовета, руководители и преподаватели вузов, а также более 100 представителей различных молодежных общественных организаций. В среду в Казанском Кремле прошла церемония награждения победителей Республиканского конкурса творческих работ антикоррупционной направленности. Также в среду были подведены итоги Республиканского конкурса среди средств массовой информации «Коррупция. Взгляд журналиста 2017». В номинации цикл телесюжетов лучшими работами признаны материалы автора и ведущие телепроектов «Татарстан без коррупции» и прямая связь на ТНВ Гульнары Тимуршиной и программы «Семь дней». Первое место в номинации «Лучшая серия радиосюжетов» взяла редактор отдела новотей «Болга-радиосы» Гульнара Шагабиева. Специальная награда за лучшую тематическую фотосессию была вручена редакции журнала «Чаян». Продолжаем программу «Семь дней». В набережных Челнах сразу шестеро сотрудников местного отдела по борьбе с организованной преступностью оказались под следствием. А еще несколько человек из числа оперативных работников проходят по делу как свидетели. Обвинения против них более чем серьезные. Правоохранителей подозревают преступлений тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них вымогательство, избиение, подбросы наркотиков и патронов неугодным предпринимателям, превышение служебных полномочий и так далее. Причем парадокс ситуации в том, что среди тех, кто обвиняет Челнинский отдел по борьбе с организованной преступностью, как раз те, кого они в свое время изобличили и отправили за преступление в места не столь отдаленные. Впрочем, уже сейчас ясно, что дело это настолько запутанное и неоднозначное, что разбираться в нем придется очень долго. В то же время население в тех же Челнах и Менделинске напугана не на шутку и уже шлет обращение президенту Татарстана. Неужели, пишут они, 90-е возвращаются и мафия наносит ответный удар? Светлана Спирина решила изучить это сложное и запутанное дело. Тебе будет плохо и твоей жене тоже. Мои пацаны увезут ее в лес и сделают все, что угодно. Я знала, они могут это сделать. Я была наслышана. И все в городе были наслышаны, кто они такие. И в итоге Эльвира подписала документы о том, что меняет свою квартиру на дом. Это финский дом, вот, две доски, внутри нету ничего, крысы, мыши все съели. Эльвира стала одной из первых потерпевших по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве в отношении Олега Бармашова и еще троих участников. Всего же в деле шесть эпизодов. Без жилья осталась и семья Дулфата Юнусова. Говорит, хотел взять деньги под проценты у Олега Бармашова, а лишился жилья. Потом я узнал, что он сказал, я под залог не буду давать, давай дом оформляем. Временно, просто. 20 декабря ровно мы ушли в общий день. Уголовное дело сотрудники Челнинского отдела БОП довели до суда. Олег Бармашов был приговорен к 8 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные участники получили 21 год лишения свободы на всех. Казалось, в истории была поставлена точка, но... Также с ранее представленным материалом прошу приобщить протокол допроса свидетеля Бармашова Олега Федоровича, который также сообщает о фактор о превышении должностных на мучить. Это уже другой процесс и за решеткой сами полицейские. В их числе Даниль Закиров, начальник отдела БОП набережной Челнов и его подчиненные. Теперь уже осужденный Бармашов обвиняет борцов с оргпреступностью в нанесении тяжких телесных повреждений и вымогательствия. А какой телесный повреждений такого Бармашова? Телесные повреждения... Ну, кстати, я не знаю, почему здесь нет и приложен. Когда задерживали Бармашова, он от нас пытался скрыть. При задержании мы использовали получатся наручники. Когда его положили на землю, могли возникнуть телесные повреждения. По ходу этого проверки проводили обвиняются полицейские в вымогательстве у Бармашова вот этого торгового центра в Мензелинске. На самом деле адвокат предоставил суд документы о том, что торговый центр купец находится в залоге до 2018 года. И невозможно как-то использовать вот это помещение, снять с него арест, как-то перепродать. Оно невозможно просто физически. Случайно или нет, но на днях в интернете, но не на телевидении появился фильм ООО правовой центр «Человек и закон» про Олега Бармашова. Счастливые горожане остались и с жильем, и с деньгами. И за это Олега Бармашова отправили на нары. Адвокат правового центра «Человек и закон» будет добиваться отмены приговора и продолжать отстаивать интересным бизнесмена, который потерял свободу из-за желания помочь людям. Увы, но в нашей стране и такое возможно. На фоне идущего судебного процесса над Челнинским Зелинская, большинство из них предприниматели, обратились с официальным письмом к президенту республики, прокурору, руководителю Следственного комитета и министру внутренних дел, где они сообщают. Бармашов является одним из лидеров преступной группировки «Бармашовский», который сплотил вокруг себя парней из неблагополучных семей, ранее судимых для совершения преступлений на территории района, дележа асфальта и подавления интересов граждан района. После осуждения Бармашова Олега граждане района поверили в закон и справедливость, вздохнули с облегчением. В районе прекратились поборы с предпринимателей. Мы, предприниматели Мензелинского района, просим провести объективные расследования в отношении Закирова, принять законное и справедливое решение. Жители маленького городка боятся освобождения Бармашова и его возможной мести. Те же, кто их защищал раньше, сегодня сами нуждаются в защите. Я себе представить не могу, если Олег Бармашов будет оправдан. Тогда вера в то, что мы живем в цивилизованной стране, будет еще больше угасать у нас. Он нам эту историю не забудет, и его семья не забудет нам эту историю. До сих пор хожу, как бы я оглядываюсь. Недавний фигурант уголовного дела Ленар Мергалиев тоже сегодня обвиняет полицейских в совершении ряда тяжких преступлений. Но сначала о его деле. Вот потерпевшая Любовь Ахатова. Пенсионерка ютится по съемным квартирам, летом по дачам. Началось все с займа в 500 тысяч рублей. Завершилось выселением на улицу из собственной квартиры. Вас, говорит это, Мергалиев, говорит, выселяет, говорит. Взяв у него 500 тысяч рублей под залог своего жилья. В итоге она часть этой суммы ему вернула, но тем не менее он ее из квартиры выселил и квартиру переоформил на себя. Все, что происходило во время обыска и задержания Ленара Мергалиева, теперь эпизоды уголовного дела в отношении полицейских. И когда оперативники выехали к нему на обыск, он сбежал. По дороге сбил одного из оперативников своей машиной и поехал к своему адвокату. Но оперативники его разыскивают. Есть наезд на сотрудника, есть возбужденное уголовное дело. Он сидит, общается со своим адвокатом. Разумеется, его задерживают в адвокатской конторе. При этом есть точные данные, что он служил в ВДВ, что он действующий охотник. Дом у него обнаружены патроны, он может быть вооружен. В соответствии с законом о полиции, с ведомственными инструкциями, то есть сотрудники БОП привлекают ОМОН на задержание человека, который может оказать физическое сопротивление. А это видео наезда на сотрудника полиции, которая фактически никакой роли теперь не играет. Вместе с тем, почему-то при передаче уголовного дела другому следователю дело по наезду на сотрудника почему-то прекращается. Не менее запутанной выглядит ситуация в отношении полицейских и по другому эпизоду. Александр Дорошенко один из тех, кто отказался платить вымогателям, которые сегодня сами обвиняют силовиков в совершении ряда преступлений. Здесь происходило вымогательство со стороны Салахова Руслана и Козыряна Эдика. Я лично знаю, кто такой Салахов Руслан, потому что я его знаю где-то лет 8 уже. Это никакой не предприниматель. Это человек, который ходит здесь по вокзалу. Давным он крышевал, цыган, занимается вымогательством денег. Соленый сам всегда участвовал непосредственно и молодежи очень много приводил. Соленый и Козыряна всегда были, каждый день они были здесь. Соленый это Салахов? Салахов Руслан, кличка Соленый, да. Он здесь ходил, угрожал. Боялись, что машину сожгут, с семьей проблемы будут. Проблема с вымогателями не решалась долго и тогда предприниматели обратились в ФСБ. Нас в ФСБ пригласили мы дали где-то там человек в 15 или 20 в таксистов дали объяснительные. То, что намерения у вымогателя серьезные, никто не сомневался. Вот сюжет местного телевидения о нападении на цыган. По нашим источникам фигурировал в этом деле Руслан Салахов. В итоге сотрудники отдела БОП дело довели до суда. Салахова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Статей Уголовного кодекса было несколько в его деле, в том числе хранение оружия и вымогательства. За решетку отправился и его коллега Эрик Казарян. Сегодня оба осужденных настаивают, что патроны и наркотики им подкинули полицейские. Они реальные бандиты, они вот здесь с Сидоровской группировкой. Бандитам дают волю, а сотрудников, которые выполняют работу, их сажают. Сколько продлится следствие? Отправятся ли полицейские за решетку? И почему такое количество обвинений и практически одновременно выдвинуты против борцов с оргпреступностью? Вопросов в этом деле более чем достаточно. Все участники процесса, в том числе адвокаты, дали подписку о неразглашении. Тех людей, которые Курсу посудили и заклонили договора с Кирилем Спилу, конечно, не забудут оговаривать по такому принципу идти, потому что все же обижены на нас, что я там, но мы всегда работали и все работали вполне правильно. Победа ОПГ, вернутся 90-е, они же сейчас безбашенные, молодежь-то, конечно, все боятся. Светлана Спилина, Андрей Моков, Роман Безменов, 7 дней. Что лучше, сэкономить время или быть точно уверенным в своей безопасности? Многие об этом даже не задумываются. На рынке междугородних автобусных перевозок в буквальном смысле идет борьба за пассажиров. Порой даже с кулаками, матом и порчей автобусов. Для понимания мы схематично изобразили ситуацию на графике. Есть автовокзалы, которые курирует Министерство Транспорта Республики. В Казани их три. Южный, Восточный и Центральный. Здесь в этом году на маршрут вышли новые современные автобусы. Перед рейсом проверяется техническое состояние транспортного средства. И, конечно же, особый контроль уделяется состоянию водителя. Но есть вторая сторона конфликта. Частный предприниматель. Он нашел прореху в законодательстве. У него на автобусе висит табличка «Заказной автобус». То есть, он может обслуживать пассажиров только по заказу. Например, возить делегацию по туристическому маршруту. А на деле, порой, прикрепив табличку, автобус выполняет тот же междугородний маршрут. Водитель такого автобуса охотно ездит к примеру по Казани и собирает желающих доехать из пункта А в пункт Б с городских остановок. Очень удобно. Но возникает вопрос, кто проверяет техническое состояние такого автобуса, а также самочувствие водителя, который выходит на маршрут. Никто не знает. И получается, жизни и здоровью тысяч пассажиров нелегальных автобусов угрожает опасность. И это огромная проблема. На этой неделе наш корреспондент Сергей Темляков изучил проблему, что называется, изнутри. Совместно с Министерством транспорта Республики Таташстан Автовокзал Восточный запустил бесплатные автобусы, так называемые шаттлы, которые курсируют между железнодорожным вокзалом Казани-1 и Автовокзалом Восточным. Вот он, легальный перевозчик. Автовокзал Восточный выиграл конкурс на право работать на междугородних автобусах. Подтверждение заключенный договор с Министерством транспорта. Вместе с заместителем директора вокзала встречаем шаттл. Лейсан Алиева отмечает, все для удобства пассажиров. Бесплатные автобусы запустили весной. Расписание составлено под время прибытия поездов. Увидели табличку на автобусе Набережной Челны, подошли, спросили, нас бесплатно довезли, очень удобно, очень нам понравилось. Сейчас мы поедем, возьмем билетик, поедем в Челны. В 11.30 в следующий рейс поедем, пока по кофе попьем. Инициативу создания дополнительных комфортных условий для пассажиров, говорит Лейсан Алиева, в штыки восприняли недобросовестные конкуренты. Создалось даже ощущение, что мы перенеслись ненадолго в лихие 90-е, потому что в адрес наших водителей стали поступать угрозы со стороны вот этих самых нелегальных перевозчиков, угрозы жизни и здоровью. То есть мы тебя закопаем. Дошло даже до такого, что эти самые нелегальные перевозчики, они заходят в наши бесплатные шаттлы и силы вытаскивают оттуда пассажиров. Не обошлось без материального ущерба, потому что один из наших шаттлов как раз пострадал от рук таких нелегалов. Некрасивый поступок зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мы были мальчики, косою пальчики в удобных тренировочных штанах. Думали, будет ученый мой муж или хотя бы академик. Не знали ни мама, ни папа, что ждет их сердечная рана. Вместе с Ляйсан Алиевой составляем портрет нелегального перевозчика. Можно выделить три вида. Первый безбашенный, сажает на стихийных остановках и обелечивает в обход законодательства. Чтобы наш телезритель наглядно увидел, кто на второй и третьей позиции, мы поехали на шаттле встречать пассажиров. На площади перед ЖД вокзалом припаркован автобус с табличкой «Заказной». Водитель автобуса, увидев камеру, уезжает. Водитель шаттла заверяет нас. Автобусы с табличкой «Заказной» здесь стоят завидной регулярностью. Встречают пассажиров, как и они, в одно и то же время каждый день. Здравствуйте. А сколько, вот в автобус у вас уехал? Сколько обычно у вас стоит доехать? Какой автобус уехал? Ну вот Челнинский. Я вообще пришел встречать человека. Вы же говорите, что нам сказали, что вы агитатор, вы выводите людей, не сажаете. Не правда? По слухам, жить плохо. Прибывает поезд, появляются пассажиры. Начинается самое интересное. Мужчина спрашивает у меня, где желтый бейджик. Отмечу, у представителей автовокзала их нет. Настоятельно просит, чтобы я ушел в сторонку. Я же прошу объяснить, какой документ нужен. Он видишь, тоже желтые бирки. Бирка? Ну давайте посмотрим, какие. А что у вас написано на бирке, можно посмотреть? Так, автобусы, город, набережный, челный диспетчер. Парень, очень похожий на того, с кем мы разговаривали ранее, и кто сказал, что он не агитатор, поясняет. Наша работа заключается в средстве направить в автобус. Направить своих водонетов. А много диспетчеров у вас как в обычном? Некан. Мы ела в автобус. Работаем в фронтном лице, есть картина, есть. Работаем по показам. Автобусы большие, как-то, 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 с деревянными, седениями. Помимо диспетчеров, на площади мы встретили людей, у кого есть лицензия таксиста. Таксисты? Да. А почем? Переставшие нам, что ли? Сотрудники едят, что ли? В антирейтинге мы поставили таксистов на третью позицию. Под видом заказных перевозок осуществляются регулярные перевозки, тем самым создая недобросовестную конкуренцию на рынке. К нарушителям есть вопросы у автодорожного надзора. Мы вышли в рейд вместе с сотрудниками федеральной службы и инспекторами ГАИ. Основное нарушение в сфере пассажирских перевозок является отсутствие списка пассажиров либо несоответствия со списком, отсутствие договора фрахтования либо заказа снаряда, отсутствие договора обязательного страхования пассажиров. В первом же остановленном инспекторами автобусе, который ехал в Казань из Лаишева, выявлено нарушение. Карта водителя не была вставлена в тахограф, специальный прибор, фиксирующий скорость, расстояние, которое проехал автобус. А главное, в течение какого времени водитель был за рулем. Или отдыхал. Почему так произошло, шофер нам рассказать отказался. Потом, потом, хорошо. Более полутора тысяч нарушений соблюдения режима труда и отдыха выявлено госавтоинспекцией в Татарстане за 11 месяцев этого года. 48 фактов, когда водители сели за руль не имея прав. 14 тысяч технически неисправных автобусов. Из них 273 поставлены на штрафстоянки. Зарегистрировано 146 ДТП по вине водителей автобусов, в которых погиб 21 человек и пострадали 209. Треть нарушений приходится именно начастников, отмечают в госавтоинспекции. В результате проведения целенаправленных мероприятий и в повседневном контроле за дорожным движением сотрудниками госавтоинспекции проверено около 50 тысяч автобусов. Пресечено более 32,5 тысяч административных правонарушений. Одно из самых резонансных дел передано в Следственный комитет, отмечает Дамир Бекмухаметов. 12 октября текущего года в городе Лениногорске был остановлен автобус под управлением водителя 1979 года рождения, при проверке которого были выявлены признаки наркотического опьянения. Водитель был отстранен от управления. За отсутствие должного контроля юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Однако 18 октября был остановлен данный автобус под управлением того же водителя. При проверке состояния водителя повторно были выявлены признаки наркотического опьянения. Вы видите, у нас довольно уютно. У нас есть зал ожидания, комната для отдыха матери и ребенка, буфет, комната отдыха водителя отдельно предусмотрена. Лейсан Алиева показывает нам вокзал. Здесь приняты все меры безопасности. Это и металлические рамки, и досмотр. Не надо заранее приезжать покупать билет. Это можно сделать через интернет. Сейчас для удобства пассажиров автовокзал разрабатывает мобильное приложение. Автовокзал Восточный, в принципе, не просто автовокзал, но и владеет своим небольшим автотранспортным парком. Все наши автобусы приобретены в этом году. Мы укомплектовали их дополнительными видеокамерами, системой GPS GLONASS. В принципе, мы отслеживаем скоростной режим наших водителей. Как отличить, в какой автобус вы садитесь? В Казани всего три автовокзала. Это легальный переводчик. А если вы сели на стихийной остановке, где вам удобно, то знайте, это нелегальный переводчик, констатирует Лейсан Алиева. Те, кто уехал с нашего автовокзала, он благополучно добрался до своего места назначения. Чего нельзя сказать о нелегальных переводчиках. Останавливайте где-то на дороге, потому что техника отказывает. Пассажиру нужно в первую очередь для себя приоритеты установить. То есть, либо вы хотите добраться быстрее, условно быстрее, либо вы выбираете безопасную поездку, и вы живыми, здоровыми доберетесь до пункта назначения. Сергей Темляков, Хамид Шамсеев. Семь дней. Сергей Темляков, Хамид Шамсеев. Биография Энгеля Наваповича Фатахова, инженера-механика по специальности и администратора по призванию, содержит два эпизода педагогического стажа. Преподавателя кафедры сельхозмашин профильного вуза и министра образования Республики Татарстан. Около 20 лет административной работы в ранге чиновника районного масштаба, в позиции не ниже первого зама главы. Знаменательный виток карьеры Энгеля Фатахова назначение на пост министра образования Татарстана в октябре 2012 года. По совпадению в День Учителя. 5 октября день вступления в должность отмечается масштабно из года в год и становится своего рода Днем поддержки учителя. Количество педагогов-грантополучателей растет из года в год. Именно при нем очень масштабно отмечался день, республиканский праздник День Учителя. Он стремился всех учителей объять и обязательно поднять престиж учительской профессии. И ежегодно, например, в 2014 году в баскет-холле у нас было 3,5 тысячи лучших учителей со всех уголков Республики Татарстан. В бытность Энгеля Фатахова министром сохраняется положительная динамика результатов ЕГЭ. Неизменное попадание школьников Татарстана в число лидеров всероссийских конкурсов, в первую тройку победителей предметных Олимпиад. В рамках программы модернизации республиканской системы дошкольного образования строятся и ремонтируются детские сады. По программе капремонта обновляются школы. Некоторые здания удостаиваются такой чести впервые с момента строительства. Примечательное событие, что можно также отнести в актив министру, победителем всероссийского конкурса «Учитель года» в 2014 году, становится преподаватель биологии из Нурладской школы Алла Николаевна Головенькина. Директора школ Татарстана от года в год входят в тройку сильнейших на всероссийском конкурсе. Энгель Навапович выполнил эту стратегию и все ее направления реализовал в полной мере, насколько было в его силах. В это время были организованы ресурсные центры и, собственно, было уделено большое внимание развитию учительского потенциала. Энгель Навапович в кресле министра методично ведет борьбу с поборами в школах и детских садах, для чего создается горячая линия по жалобам, проводятся проверки. Особенную принципиальность и жесткость министр Фатахов проявил в реализации концепции преподавания татарского языка и литературы. Ему досталась роль критика федеральных образовательных стандартов, которые, по мнению Энгеля Фатахова, требовали доработки с учетом национальных, региональных особенностей. Особой его, конечно, фишкой было национальное образование. Он очень много внимания уделял именно действительно тому, чтобы сохранить татарский язык, татарскую культуру, идентичность, чтобы двуязычий, полилингвальность и действительно и в детских садах, то есть в дошкольном образовании, чтобы детки знали татарский язык, русский язык. По факту вышло с точностью до наоборот. Стандарты образования остались неизыблемыми, а вот с должностью министра Энгелю Наваповичу пришлось распрощаться. Так или иначе, Рафису Бурганову достается горячее кресло министра образования в непростой период. Впереди ответственное событие, чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, да и задачу сохранения национального государственного языка и улучшения методики его преподавания никто не отменял. Та ситуация, которая сложилась, мы понимаем, что к министерству образования Республики Тарстан к нему будет не то, что там двойное внимание, в 10 раз больше будет внимания к любым шагам, любым действиям, причем со всех сторон. Мы берем здесь и органы власти разного уровня, да, и общественность. Поэтому, конечно, работа Рафиса Тимирхановича, ну, в этих условиях, она не будет простой уже априори. Старо как мир, представление о том, что роль хорошего учителя в системе образования трудно переоценить. Поэтому, прежде всего, я бы продолжила линию развития педагогического потенциала системы образования Республики Тарстан. И в этом, мне кажется, что Рафиса Тимирхановича следует искать поддержки в Казанском федеральном университете. Мне кажется, новому министру, который сейчас вот пришел, нужно обратить внимание именно на университет, который готовит для нас кадры. Будут хорошие кадры, и в каждой школе будет работать значительно легче. Вот это, ну, основа основ. Ренат Ахмедзианов, Андрей Мохов, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Хочется пожелать Энгелю Фатахову успехов на новой старой работе. Вы знаете, в нем всегда подкупало горячее, неодолимое желание развивать родную культуру, стремление вернуть честь и достоинство родному языку. Он всегда без страха и упрека шел вперед с поднятым забралом, хоть и стал рыцарем печального образа. Продолжим. На этой неделе в Казани случился юбилей, которого, кажется, никто и не заметил. Даже сам юбиляр остался в стороне от торжеств. Он на ремонте. Я говорю о Казанском цирке. 9 декабря 1967 года в нашем цирке прошло первое в истории представление. Кстати, цирк был построен к 50-летию Октябрьской революции. Я должен сказать, что при подготовке сюжета перед нами тут же встала дилемма. Невозможно за такое короткое время перелистать все славные страницы истории цирка. Встретиться хотя бы с некоторыми его историческими персонажами. Нам пришлось бы объехать полмира для этого. Вернуться на 50 лет назад так же сложно. Конечно, архитекторов, инженеров, проектировщиков этого уникальнейшего здания уже нет живых. Нам остались лишь редкие, буквально в несколько секунд кадры кинохроники, запечатлевшие процесс строительства цирка. Остались черно-белые фотографии 60-х годов. Но главное, осталась память об этих смелых, отважных людях, решившихся на столь дерзкий проект. Давайте вспомним, как это было, а заодно и прогуляемся по переживающему нынче второе рождение зданию цирка. В следующем году он будет современен, как никогда. Впрочем, он всегда, все эти 50 лет, был современен. И вы сейчас поймете, почему. На площади Тысячелетия в Казани самой многоликой в архитектурном плане не счесть геометрических фигур. Кубы и параллелепипеды гостиниц, пирамида развлекательного комплекса, цилиндры и конусы сооружений Кремля, эллипс казанского стадиона. Не хватает вроде бы только шара, но есть кое-что получше. А вы могли бы дать название этой геометрической фигуре? Вот так вот сходу. Даже нам в 21 веке сложно описать эту конструкцию. А ведь нужно вернуться в 60-е годы прошлого века. Давайте-ка вспомним. Хрущевский оттепель. С одной стороны типовая застройка, с другой стороны расцвет советского модернизма, экспериментаторства. Долой квадраты, долой прямоугольники, даешь новаторство и разнообразие в искусстве. И вот оно, дитя своего времени, казанский цирк. Казалось бы, чего проще взять одну тарелочку и аккуратненько положить на нее другую. Но дело в том, что до казанских архитекторов никто в мире не решался даже высказать подобное вслух. Это было впервые. Сферический купол, коническая оболочка без внутренних опор. Вы в своем уме? Да, это очень заманчиво. Вся страна сходит с ума по космосу. А ведь это летающая тарелка. Может быть рискнем? И ведь рискнули. В народе называют и летающая тарелка. Но на самом деле это усеченный конус, поставленный на вершину. И купол, где-то форма сложная, состоящая из двух частей. Конечно, это был прорыв вообще в нашем понимании архитектурно-конструктивной целостности. Удивительным образом в эти дни казанский цирк выглядит почти так же, как он выглядел 50 лет назад, в конце 67-го года, на завершающей стадии строительства. Но путь до этой завершающей стадии был очень долог и тернист. Проектировала и строила его группа смельчаков из Института Татар Граждан Проект. Вот эти люди, которых, увы, уже нет с нами. Директор Института Узбек Алпаров, конструкторы и архитекторы Осия Берим, Геннадий Пичуев, Ефим Брудный, Валентина Панова. В архивах Татинвест Граждан Проекта и сегодня, и даже если пройдет еще 50 лет, можно без труда отыскать все, что вышло из-под пера этой могучей кучки. Это сотни томов, чертежей и расчетов только по цирку. Мы с вами ничегошеньки не разберем в этих папках, но оценить этот титанический труд и смелость первопроходца нам по силам. Существующий в Казани цирк, построенный более 40 лет назад с деревянными несущими конструкциями, пришел в ветхое состояние. Уже в течение шести лет Казань не имеет здания зимнего цирка. По ходатайству местных органов Министерство культуры СССР разрешило в порядке исключения разработать проект цирка в Казани. Совершенно верно. В порядке исключения? Конечно, раньше же ведь типовые проекты были, а этот проект сделан индивидуально, конкретному месту. Но в этом и заключается смелость специалистов, инженеров, авторов этого проекта, в том, что они чувствовали уверенность расчетами и решениями. Они были убеждены, что это смелость, решительность. Они смотрели на Немеера, его дворец конгрессов в новой столице построили. Здание Национального конгресса в столице Бразилии знаменитого архитектора Оскара Немеера, построенное в шестидесятом году, все же не было. Не было настолько сложным, как наш цирк. Конструкция, предложенная в Казани, не встречалась тогда нигде на планете. Это впоследствии что-то подобное, лишь подобное. Кто-то станет копировать. Два года возводили цирк. У нас с вами есть вот эти уникальные кадры кинохроники. Всего несколько секунд. Вошла в историю и надпись вот эта. Ведь действительно успели 50-летие октября. Аккурат к 7 ноября и построили. На этих кадрах как раз конец шестьдесят седьмого года. Так вот о тарелочках. У нас есть множество фотографий строительства. Посмотрите, какое количество арматуры пошло на возведение того самого нижнего усеченного конуса зрительного зала. Ведь ему предстояло принять на себя колоссальную нагрузку. Верхний купол. И тот, конечно, не был цельным. Чем-то вроде крышки для этой сковородки. А возводился поэтапно. И все это хорошо видно на этих снимках. Обратите внимание вот на эту массивную опору по центру манежа. Скоро она станет не нужна и ее уберут за ненадобностью. Обратите внимание также, что и по всей окружности стройки поддерживающие опоры также установлены. Строители, у которых до последнего тряслись поджилки, предлагали проектировщикам оставить их навсегда. Но у тех не было и тени сомнения. И обнаружилось, что вот эти 25-30 сантиметров конструкция поднялась над отпорными площадками. И работала уже в штатном режиме. После, когда ее распалубили, отпала прямая необходимость в этих опорах. Строители были успокоены, чтобы долгими зимними вечерами не мучиться по поводу устойчивости конструкции. Чтобы спать могли спокойно все, от Казани до Москвы, в ноябре 1967-го провели, что называется, первое показательное выступление. Солдаты-срочники, занявшие все 2500 мест в зале, давали представление своими силами. Известный казанский художник Григорий Единов был одним из этих летчиков-испытателей. И такое, конечно, не забывается. Представление, конечно, мы не увидели. Представление давали мы. То есть, внизу стоял, может быть, дирижер, который нам командовал. Хлопайте в ладоши, покричите. Значит, все радостные орали. Кричали. Да. Потопайте ногами. Оттянулись по полной. Это 2000 летчиков-испытателей. Ну да. Так получилось? Наш комбат говорит, ну что, мужики, поздравляю. Есть, говорит, всякие летчики-испытатели, но это, говорит, фигня. Вы, испытатели цирка. На манеже казанского цирка, да и во всех его помещениях, от нижних этажей, с новыми, пардон, туалетами и гардеробными, до купола манежа с ультрасовременным звуковым и световым оборудованием, сегодня шумно, как никогда. Уже весной мы не узнаем наш старый цирк. Давно уже ждете, я знаю. Ждем. Когда дождетесь? Вопрос не ко мне, к строителям. Не ко мне. Ну, работы на самом деле очень много сделано. Я объездил, побывал, вернее, в четырех цирках, где прошла реконструкция. Это Омс, Санкт-Петербург, Тула и Иваново. Ну, на мой взгляд, у нас будет все серьезнее и солиднее. Практически цирк будет невозможно узнать после реконструкции. Начиная с кассового вестибюля, гардероб, общественные туалеты, зал, естественно, в первую очередь, наверное, об нем надо сказать, что это будет очень красиво все. Однозначно. Кстати, интересная деталь, которую мало кто оценил, нам кажется. Привет нам от наших изобретательных архитекторов 60-х. Лестницы в фойе, оказывается, не просто лестницы. Посмотрите, это жирафы. Они так и названы в изначальном проекте 65-го года. Не замечали? Так называемая лестница жирафа, вот она. Это у нее копыток, а голова, вон она там наверху находится, у этого жирафа. Никто, наверное, не догадывался. Я не знаю, кто об этом, кто знает об этом, кроме вас. Нет, у нас, по крайней мере, у нас в коллективе цирка все знают, что такое лестница жирафа. Это все. Солдат-срочник в 67-м, первый посетитель цирка, казанский художник Григорий Единов, отслужив в вооруженных силах в 70-х, вернется в казанский цирк. Он проведет в этом здании пять красочных лет в качестве художника-оформителя. Он будет здороваться за руку с Игорем Кио, Олегом Поповым и Юрием Никулиным, которые, конечно, побывают здесь не единожды. И он, так же, как и мы, ждет, не дождется нового открытия манежа. Помолодеет цирк, помолодеет и он вместе с ним. Меня переполняют чувства всегда, когда я прихожу в цирк, потому что это каждый раз встреча с моей молодостью. Слова Ленина, которые известны из всех искусств для нас важнейшими, является кино, а ведь на самом деле было сказано «цирк и кино». 50 лет – это, конечно, не возраст. Учитывая, что со временем казанский цирк только молодеет и ничуть не устаревает. Говорят, что проектировщики в свое время называли цифру в 100 лет. Это если совсем к нему не притрагиваться и совсем за ним не ухаживать. Но совершенно же очевидно, что жизнь отмерила казанскому цирку куда больше. И, конечно, дело не в самом здании. Просто людям никогда не надоедает смотреть на себя со стороны. Михаил Любимов и Андрей Мухов и все семь дней поздравляют. Казанский цирк с юбилеем. Ну и в завершении программы красивый, я бы сказал, даже эффектный музыкальный аккорд. Юбилейная пятая национальная премия Болгар-радиуса совсем недавно завершила сказание. Одно из главных событий татарской эстрады – концерт и церемония награждения лауреатов национальной музыкальной премии – прошли в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в эту субботу. Салават Закиевич ради этого концерта даже отодвинул свои гастроли. Мне показалось, все было очень торжественно и душевно. Большое спасибо хочу сказать всем артистам и организаторам. И, конечно, министру культуры Айрату Сибгатуллину за поддержку наших проектов. Бергя Булганда, бэс кышле. Конкурс Татармана, Багаповский фестиваль, Усть-Гарижделе, национальная премия Болгар-радиуса – это та основная квадрига конкурсов и концертов, которые сегодня де-факто определяют музыкальную политику в республике. Есть, конечно, еще корпоративные концерты частных коммерческих структур, которые, по сути, являются продолжением их семейного бизнеса. Но это сегодня уже другая, отдельная от нас история. Светлана Спирина расскажет. Это не просто элемент награды, это, прежде всего, символ. Символ роста и развития национальной культуры. Символ красоты татарской песни. Алтон Йилдос – символ национальной музыкальной премии Болгар-радиуса. С голливудским Оскаром его объединяет одно – он не меняется на протяжении всех лет. Слоган американской награды – «Все мы мечтаем о золоте». Алтон Йилдос, если переводится, как «золотая звезда», но смысл заложен совсем иной. Росток уникален как в исполнении, так и в содержании. Это таланты, что взращиваются на плодородной земле Татарстана. Идея статуэтки принадлежит творческой группе телеканала «Новый век». Сама звезда не случайно шестиконечная. Каждый ее луч символизирует определенную номинацию. Кристалл, что находится в центре звезды, уральский и доставляется по спецзаказу. Его многограммность вновь как символ многограммного таланта каждого номинанта. Этот год для национальной музыкальной премии «Болгар радиуса» юбилейный. Она проходит уже в пятый раз. Только зрители программы ТНВ «Файнархит» и аудитория «Болгар радиуса» решают, кто достоин звания лауреата «Милли премия». Народную любовь о таком признании мечтают, наверное, все артисты. Среди многочисленных аналогов в музыкальной области формат премии «Алтон Йолдес» уникален. Это своего рода демократические музыкальные выборы. Они позволяют открывать и новые звезды на небосклоне татарской эстрады. Народная артистка Татарстана Венера Ганеева сама обладатель четырех статуэток «Алтон Йолдес». Говорит, интуиция подсказывает, что после юбилейного фестиваля может появиться и пятая звезда. Хотя больше радуется не своему успеху, а победам своих учеников. Я очень рада, что в этом проекте участвует очень много моих учеников. И они проходят именно через голосование, через хит-парад, койнар-хит. Это голосование проводится, конечно, нашим народом. Венера Ганеева уверена, что «Милли премия» поможет собрать золотой фонд татарских певцов и искренне поддерживает тренд этого года от «Болгар радиуса». Обладателями статуэтки станут не только певцы, но и те, кто создает народные хиты – композиторы, поэты и аранжировщики. Премия «Болгар радиуса» также многолика, как и музыкальная культура Татарстана. У «Милли премия» особая миссия – сохранить эстетику татарской песни и уникальность родного языка. Перемены могут быть только в стилистике шоу. Миссия неизменна. У нас эта премия никогда не повторяется. Возьмем даже первый год кино, тогда мы делали в стиле Анстафа Бендера с фильмом. Потом у нас был конфликт поколений. В этом году у нас год экологии, но уж мы прямо на сцену не сможем вытащить, но мы вытащим то, что у нас сердце горит. В 2020 годуså 맛있는ность принятия «Бел mau музыкальского премия». Мы с вами подготовили «Бел ciert Ästom». Здесь имеется возможность «БелееULL fucking четыре года». У нас былоuerя «Белее gäller музыкальского премия» every year. Мы знаем, что я готов додец, я дулю себя. Я ненавижу это, я бы буду sculpture, я бы не знаю, что я не буду быvat в этом. Еще гoun он должен бытьual первой. И я встречаюца года на сцене. награждения длится долгие месяцы. Сначала это определение народных любимцев, а затем многочасовые репетиции в самой торжественной части. Одно из самых ожидаемых музыкальных событий года состоялось в пирамиде в субботу. Количество зрителей в очередной раз доказало популярность самого болгар-радиуса в Татарстане. На одной сцене в этот день оказались и новички, и именитые артисты Татарстана. Теперь объединяет из всех одно. Они все обладатели золотых звезд от болгар-радиуса. В этом году легендой татарской эстрады и обладателем статуэтки Олтон Йилдус стала Хамдуна Тимиргалеева. В номинации «Народная любовь» зрители ТНВ и слушатели болгар-радиуса отдали победу Айдару Галимову. Первые статуэтки в новых номинациях получили поэт-песенник Ренат Муслимов, аранжировщик Марат Мухин и композитор Зуфар Харединов. Светлана Испирина, Роман Безменов, Данил Филатов. Семь дней. Не пропустите трансляцию грандиозного концерта 5-й национальной премии Болгар-радиуса на следующей неделе в субботу на канале ТНВ. Бергаля Бзерлык, споем вместе от души. До свидания. Здравствуйте. О погоде на ближайшую неделю у Лейлы Латыпова. В ближайшие 7 дней погода в республике будет богата на осадки. Местами пройдут сильные метели. Жители северо-востока республики ожидают пасмурная и снежная погода. В понедельник будет холодно, а к вторнику температуры начнут повышаться. И к среде днем всего минус 2. К выходным подморозит до 10 градусов ниже нуля. На юго-востоке республики всю неделю будет пасмурно, выпадет снег. Уже с понедельника температуры начнут повышаться. И похолодание ожидается лишь к выходным. В центральных районах также без осадков не обойдется. Местами пройдет сильный снег. В понедельник днем минус 5. К среде всего минус 1. Выходные подморозят до 10 градусов. На юго-западе республики теплее, чем в других районах. Погода будет располагать к прогулкам на свежем воздухе. Температуры от нуля до минус 3. На северо-западе и в Казани синоптики обещают облачную погоду. Выпадет снег. В понедельник днем минус 5. К среде всего 1 градус ниже нуля. В субботу и воскресенье немного подморозит до 9 градусов. На дорогах гололедится. Будьте предельно внимательны. О погоде все. До свидания.